здравствуйте дорогие родители приветствуем вас на канале союза педиатров россии я врач-аллерголог зовут меня левина юлия григорьевна и сегодня мы поговорим с вами о правилах применения местных топических стероидов у детей при атопическом дерматите атопический дерматит у детей это хроническое аллергическое заболевание кожи которая как правило начинается в раннем детском возрасте у детей имеющих наследственную предрасположенность к аллергии местные глюкокортикостероиды являются в настоящее время самыми эффективными препаратами для терапии атопического дерматита у детей многие родители беспокоятся когда узнают что им назначено лечение включающие стероиды однако данный страх может быть связан с их представлением о системных побочных эффектах от таблетированных стероидов которые применяются в течение длительного времени современные местные глюкокортикостероиды являются безопасными и эффективными препаратами и при их правильном и своевременном применении быстро помогают справиться с проявлениями атопического дерматита у детей побочные эффекты от применения местных глюкокортикостероидов могут возникать только при длительном применении в течение месяцев и более при нанесении большого количества местных глюкокортикостероидов высокой силы действия для того чтобы лечение было эффективным и безопасным необходимо знать определенные правила применения местных глюкокортикостероидов эти препараты должны наноситься только на участке с активными проявлениями аллергического воспаления. Препараты, используемые у детей, чаще всего назначаются один или два раза в день. Они применяются при первых же признаках аллергического воспаления и наносятся тонким слоем. Препараты применяются до полного очищения кожи, однако длительность применения у детей не должна превышать четырех недель, так как при более длительном применении возможно появление истончения кожи. В зависимости от стадии процесса врач выбирает лекарственную форму местного глюкокортикостероида. Это может быть мазь, крем или же эмульсия. Не рекомендуется смешивать готовую лекарственную форму местного глюкокортикостероида с другими кремами. Увлажняющие средства, применяемые для ежедневного ухода за кожей у детей с атопическим дерматитом, должны применяться в разное время с местным глюкокортикостероидом. Существуют некоторые сложности с определением необходимого количества крема или мази для нанесения на участок с аллергическим воспалением. Использование слишком маленького количества препарата может привести к снижению эффективности. Использование слишком большого количества препарата может привести к возникновению нежелательных побочных действий. Для того, чтобы определить оптимальное количество препарата, которое нужно нанести на кожу ребенка с признаками аллергического воспаления, необходимо использовать правило фаланги пальцев. Крем или мазь выдавливают из тюбика на концевую фалангу указательного пальца. Вот таким образом. Это единица дозирования местного глюкокортикостероида. Количество необходимых единиц дозирования зависит от области тела, где локализуется проявление атопического дерматита, а также от возраста ребенка. Так, например, существует специальная табличка, в которой указано, какую единицу дозирования использовать в зависимости от возраста ребенка и от локализации проявлений атопического дерматита. Так, например, у детей в возрасте от 4 месяцев до года необходимо использовать количество препарата, равное 1 единице дозирования. У детей в возрасте от 1 до 2 лет для нанесения на ту же поверхность уже необходимо использовать 1,5 единицы дозирования. Таким образом, возможно контролировать оптимальное количество местного глюкокортикостероида, необходимого для нанесения на кожу ребенка. Если в течение недели улучшение не отмечается, необходимо повторно обратиться за консультацией к специалисту. Подписывайтесь на наш канал, заходите к нам на сайт. Всего вам доброго!